Сегодня, как и объективно отметил в своем послании президент Казахстана Касымжимар Тукаев, народ Казахстана живет в совершенно новой политической реальности. За последние пять лет реализованы масштабные реформы. Через кардинальную трансформацию прошла политическая система. Фундаментальные изменения происходят в общественном сознании, повышается уровень правой культуры граждан и в обществе формируются новые модели поведения и укореняются новые ценности. Началось обновление политической и общественной жизни, менталитета и культурного кода нации. Одним словом, указал глава государства, идет строительство справедливого Казахстана и, что особенно важно, все это полностью соответствует чаяниям народа. Здравствуйте, это передача по закону с Маратом Башимовым. Общество позитивно восприняло предложенную президентом Казахстана последовательную модель экономического развития, в основе которой будут интересы и потребности простых граждан, и где царит законность и верховестное право. Наступает новый этап развития государства. Перечислить все позитивное, нет необходимости в послании, их много и все это надо притворять в жизнь. Все они актуальны, выстраданы временем и потребностями людей. Поэтому необходимо обеспечить справедливое распределение национального богатства, чтобы каждый гражданин ощутил плоды поступательного экономического развития. В ходе прошедшей сессии Мажелиса была проведена большая работа, принято 102 закона, в числе которых законы об общественном контроле, противодействии торговыми людьми, лудомании и другие необходимые обществу правозащитные законы. Что важно, наконец, стали уделять внимание олигополии банков, находящихся в руках олигархов и получающих суперприбыли при нещающем народе. Нужен новый закон о банках и банковской деятельности, исходящий для нужд народа, его интересов и потребностей. Новополитический сезон обещают быть насыщенным. Основные направления обозначил президент во время послания. К примеру, названа дата проведения референдума по АЭС. 6 октября станет понятно, какое направление получит развитие энергетической сферы страны. В 30 развитых и развивающихся государствах действует около 200 АЭС. Мы должны думать о будущем, учитывая долгосрочные национальные интересы и специфику нашей страны. Поднимал глава государства также вопросы инвестиционного климата в стране, желающих вложить свои средства в отечественные проекты достаточно. Однако, по словам президента, не все акимы и министры вовлечены в процесс привлечения инвесторов. Правительство обязано внести корректировки в эту работу. Требуется обратить внимание на более качественную подготовку проектов государственного частного партнерства с участием международных финансовых институтов. Поручаю правительству определить пул масштабных проектов под ключ, которые могут быть профинансированы международными финансовыми организациями через механизм ГЧП. Еще одна задача, которую поставили перед Кабинетом министров, разработать новый закон о банках, который бы способствовал стимулированию экономической активности и дальнейшему развитию финтехсектора. Действующему закону почти 30 лет, и в нем есть недоработки. К примеру, оформить потребительский заем сейчас гораздо проще, чем предпринимательский. Нигде отдельно не сказано именно, как строятся взаимоотношения с клиентами, юридическими лицами. И как показала многолетняя практика, когда сталкиваемся с проблемами, обращаемся в агентство, агентство практически не приводит никакие законодательные нормы в поддержку этого клиента, юридического лица. Вот здесь, в этой части, закон нужно дополнять. Есть свободные деньги у банков, но они их не направляют на кредитование субъектов МСБ, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. И это и есть большая проблема. Вызывает вопросы и проект нового налогового кодекса, который недавно представили в Министерстве экономики. Поэтому президент поручил доработать документ. Эксперты согласны с этим решением, так как считают, что чиновники поторопились завершить работу. Документ получился сырой. И, по их мнению, не решает накопившиеся за много лет проблемы. Уже на протяжении два года президент говорит о том, что налоговый кодекс должен быть простым, понятным. Он должен стимулировать развитие бизнеса, стимулировать инвестиции. Он должен дать возможность предпринимателям, наконец, спокойно и просто платить налоги. И вот, к сожалению, на эти главные вопросы, вот тот проект, который предлагается, не отвечает на эти вопросы, к сожалению. И об этом говорит и экспертное сообщество, об этом говорят предприниматели. Главные изменения налогообложения для малого и среднего бизнеса коснулись специальных налоговых режимов НДС, а также корпоративного подоходного налога. И эти правки не нашли позитивного отклика у предпринимателей. К примеру, для бизнесменов на упрощенном режиме, которые работают с физическими лицами, предназначалась налоговая ставка в 4%. Для тех, кто работает с компаниями – 12%. И это все с оборота. То есть это не с чистого дохода. И как вы понимаете, ну, с словом, что у нас предприниматели 80% сейчас вообще продают в рассрочку. Банк забирает 10-15%. Государство от 4 до 12%. Ну, то есть, а что остается предпринимателю? То есть 30% он отдает на комиссии, на налоги. А на что тогда он должен жить? Если в среднее там товар накрутка и выходит 20-30%, то мы бы столкнулись с тем, что в следующем году цены бы для конечного потребителя, ну, выросли минимум на 15%, а то и 20%. Еще одна проблема – дефицит бюджета. По словам президента, следует исключить чрезмерные траты на задачи, которые не являются первоочередными. Глава государства поручил привести в порядок межбюджетные отношения и контролировать расходы госказну. Финансовую ситуацию усугубляет высокая доля теневой экономики. Глава государства указал, что всем уполномоченным органам требуется принять решительные меры противодействия мошенничеству и сопутствующим правонарушениям, от которых страдают допроборядочные граждане. Актуальная борьба с коррупцией. В специальной комиссии уже выявлены несуществующих 2 миллиона голов крупного и более 3 миллионов голов мелкого рогатого скота. Такие же факты выявлены и в растеневедство. Это, по сути, приписки, на которые выделялись государственные субсидии. Следует прекратить такую преступную практику, а тех, кто этим занимался, привлечь к ответственности. С момента выдвижения концепции слышащего государства прошло чуть более 5 лет. За этот срок удалось изменить культуру взаимодействия между обществом и властными структурами. Нормой стало прямое общение государственных служащих с гражданами. Президент справедливо указал, что для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие диалога между государством и обществом, всем нам нужно быть добросовестными, объективными, действовать исключительно в рамках закона, отвечать за свои слова и поступки. В настоящее время разрабатывается проект нового закона о профилактике правонарушения. Во всех обществах, в нашем том числе, существуют запросы на такие базовые категории, как справедливость и безопасность. Полноценное удовлетворение этих основных потребностей является надежным показателем эффективности государства. Вместе с тем, нашим стратегическим приоритетом остается обеспечение безопасности граждан фундаментальной ценности для каждого человека и общества в целом. Как указал президент, одной из основных задач – это сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни. Перед правоохранительными и профильными государственными органами поставлена задача обеспечить всестороннюю безопасность граждан. Министерство внутреннего дела обязано принимать жесткие меры в отношении всех правонарушений – от мелкого хулиганства и вандализма до незаконной миграции и тяжких уголовных преступлений. В правовом государстве нет места к криминалитету, поэтому с бандитизмом должно быть покончено. Это же касается деструктивной деятельности экстремистов, включая религиозных радикалов. Правоохранительным органам нужно проявить профессионализм, решительность и принципиальность. Надо построить общество, основанное на законе и порядке, знаниях и прагматизме. Залог успеха нации заключается в культурности, солидарности, созидательности граждан, в особенности молодежи. Чтобы стать цивилизованной страной, нам нужно избавляться от разрушительных моделей поведения. Главный посыл послания Государство равных возможностей для всех и для каждого. С полным основанием можно утверждать, что тезис о послании заложили новые возможности, открывающие простор для прогрессивного и динамичного развития Казахстана. Оно стало основой для более эффективной защиты конституционных прав наших граждан. Во главе угла права граждан, общественные интересы. С вами был Марат Башимов. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok